Меня зовут Сергей, Сергей Исаев, клуб «Туман». Мы тут представляем артиллерию времён Гражданской войны. В данном случае этот аппарат «Гочкис» 37-мм, орудие траншейное. Главное и особенность заключается в том, что как раз это корабельное орудие выводили в траншеи и использовали на полях Первой мировой войны. Ну и, естественно, посадочного признака уже использовали и на полях Гражданской войны. Благодаря маленькому калибру, то есть могли уже использовать два вида боеприпасов и более-менее поражать цели и использовать более-менее по назначению. Кроме того, к нему ещё шёл щиток штатный. И, в общем, такая вот пушечка у нас. А это, ну, что за страна производится? Получается, «Гочкис» у нас, как бы, она сам завод француза делали. Вот, у нас, получается, делали её по лицензии. Сначала выполняли на корабле, вот, и потом уже в дальнейшем уже, как бы, делали чисто под орудие. Потому что такой маленький калибр для кораблей уже какого-то смысла толком не имел. А на каких кораблях это дело стояло, ну, так вот? Ну, в малокалиберных катерах, такого плана. То есть, и как раз это самое, это в заднюю часть его корабля выставили, для того, чтобы, как бы, это самое может было отстреливаться. А, получается, после революции такие у кого? Это у белых, у красных? Они, это все орудия на складах оставались, они использовались, как бы, кто у кого были. Потому что, как бы, вот эти вот орудия, как у трёхдюймовка, она у всех была. Она у махновцев была, она у красных была, она у белых была. У кого снаряды были, те, соответственно, ей используют. Потому что без снарядов и без, соответственно, лошадей, как бы, использовать её уже бы не было возможности. Ну, то же самое история и с «Гочкисом» была. А станок сами рогащили? Все сами делали, вот, все сами. А тут дальнобойность? Ну, по дальнобойности, получается, как бы, у неё, как бы, где-то до 200-300 метров, как бы, его, в принципе, хватало. Потому что, как раз, чтобы ещё осколками противника его посекло. Потому что здесь ещё, в принципе, имеется планка прицела с упором, как раз, вот, для того, чтобы можно было выставлять дальность и по ней уже стрелять. Потому что как раз вот именно вот с таким вот упором она, естественно, и была и на кораблях. На кораблях, правда, упор деревянный был побольше, а, соответственно, потом его перепили и меньше ставили, чтобы, получается, как-то компенсировать отдачу от неё. От неё, вот, у нас, получается, ящичек есть, и от неё, как раз, такой вот боеприпас был. В данном случае, конечно, это копия, соответственно, вот, и, как раз, от родной. То есть она, вот, здесь, посмотреть по знакам, как раз именно корабельная. Вот, с якорем. С 16-х год, да? Ну, да. А что вот такая вот? Ну, они же, соответственно, имели фугасно-осковочные, в основном, эти самые действия, как бы, они, они не были ни осадными, как бы, они не крепятся, ни прочее, не взламывали, чисто по живой силе били. Вот, то есть, как бы, это потом уже дальше, когда начали окапываться, там, там, дальше, дальше начали со складов своего мортира доставлять, чтобы, получается, народ, которые закопались, можно было над ними взорвать, соответственно, подорвать снаряд и осколками уже людей его посечь. Продолжение следует...